Первый мы прочитали, с второго. То есть, с второго, это который, Господи, не в ярости Твоей, обличай меня? Нет, это, который мы прочитали. Якострил, это Ион Зоши во мне. Это третий русский. Третий русский, а в японский второй. Значит, сначала напомню, о чем мы говорили. Значит, мы говорили, что Псалом этот начинается, так говоря, как шестой Псалом. И посвящен тем же самым бедствиям, которые постигли Давида от сына его, Ависсалома. И здесь этот Псалом такой, в общем, покаянный. И поэтому не случайно, я говорил уже в прошлом раз, что он включен в шестой Псалмии. И мы говорили, что в первом стихе смысл его в том, что Давид просит обличить его, но не наказать с яростью. Якострил в твоем Зоши, он мне утвердился на мне, руку твою. Это второе японское. Значит, по изъяснению Василия Великого, под стрелами, которые вонзились в Давида, нужно понимать слова пророка Нафана, который обличал его в том беззаконии, который он совершил. То есть, это обличение, а не как стрелы. Как стрелы, да. И выражение, утвердил на мне руку твою, значит, что, как тяжелая рука Господня тяготеет на мне. То есть, частые наказания от тебя преследуют меня. Несть исцеления в плоти моих от лица гнева твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Третий. Вот мы уже говорили о том, что выражение «нет мира в костях моих», вообще упоминание о костях, что, допустим, сотряслись кости мои или нет крепости в костях моих, нужно, конечно, понимать не только буквально, как такое плачевное состояние тела, но и кости в смысле душевных помыслов. То есть, душа стала некрепка. То есть, полное расслабление как бы постигло, не только телесное, но и душевное. В четвертом стихе Давид говорит, что беззакония его столь велики, что как бы покрывают его с головой. И далее, в пятом стихе он говорит, что те раны, которые нанесены душем и дьяволом, они не просто, так сказать, раны, но они стали гнить и смердеть. Что это означает, сейчас поясним. Во-первых, Давид говорит, что раны загноились и смердели от безумия моего. Святые отцы, в частности, Василий Великий, объясняют, что любой грех совершается как бы в безумном состоянии. Вообще, грешник может быть уподоблен безумному человеку. Поэтому истинно разумный, истинно умный человек – только святой человек, который тщательно хранит заповеди Божии. Поэтому Давид здесь говорит, что раны вот эти греховные получены от безумия моего. То есть, тот грех был безумием. И Василий Великий далее говорит, что вот этими выражениями загноились раны души моей. Давид таинственным образом показывает образ повреждения души во время совершения того или иного греха. И из этого показания Василий Великий делает следующий вывод, что здесь пророк Давид как бы учит нас не скрывать грехов своих, не держать их в глубине души, как некую черноту и гниль. Нужно исповедоваться. Потому что когда болезнь находится глубокого внутренности, то причиняет нестерпимую боль. Когда же она выходит наружу, как можно выразиться, гной выпускается наружу, то это дает надежду на прекращение болезни. Если это относится к телу, то это же относится и к душе, по мысли Василия Великого. И Ефимий Зигабин еще тут замечает, что вообще это знак истинного покаяния, когда кто начинает чувствовать смрад собственного греха. Потому что как только он начинает чувствовать этот смрад, то он начинает ненавидеть грех. Поэтому гнушается этим же грехом, исповедует его и справляется. «Пострадах и сельков сели конца, весь день сету и хаждах, як и лядвие мое наполнише се поруганье, не си сцели не в плоти моей». Шестой-седьмой стихи. В шестом стихе говорится, что весь день сету и ходила, было в таком согбенном состоянии от угрызения совести. Потому что совесть не позволяла радоваться и веселиться. И далее в седьмом стихе, собственно, Давид говорит о причине своего греха. «Лядвие мое наполнише се поруганье». То есть чресло мы исполнили с бесчестным огнем. То есть из-за того, что я воспалился этой похоти, вот теперь я нахожусь в таком плачевном состоянии. «Озлоблен бы, смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаиси». Восьмой-девятый стихи. Значит, в русском, в восьмом, в девятом стихе русской Библии говорится «я из Немо». В славянском «озлоблен». Восьмой стих. Озлобление, значит, по мысли средых отцов, это славянское выражение, не русское слово, конечно, «озлоблен» в смысле «злой». А озлобление как бы истязание самого себя в таком смысле. То есть причинение себе жажды, голода, лежание на голой земле, на суровой земле и других. И другие суровые подвиги. То есть вот как бы озлобление тела, то есть аскетические подвиги. Давид все, безусловно, это переносил, потому что из чтения книги, второй книги «Царство» мы видим, что когда он бегал от этой соломы, то, конечно, жизнь его была, в общем-то, очень суровой. Потому что спал он на голой земле, и не хватало ни воды, ни пищи. И далее во второй половине 9 стиха, соответственно, восьмом, «Кричу от терзания сердца моего». В славянском «Рыках от вздыхания сердца моего». По объяснению святых отцов, здесь в буквальном смысле говорится не о крике, а о реве, наподобие львинового рева. И Кирилл Александрийский говорит, что совесть, уизвляющая сердце, производила в нем стенание. Стенание до такой степени, что он уподоблялся ревущему льву. И в следующем стихе, в 9-м, Давид говорит, что вот это воздыхание от тебя не утаилось. По этому поводу тут же Кирилл Александрийский очень интересную мысль рассказывает. Вообще о природе, почему люди во время сокрушенной молитвы стонут, стинают, плачут. Он говорит так. «Усильно произносящие молитвы издают пламенные из глубины стенания. И это Бог дает людям к облегчению тяжкого злострадания». То есть Господь установил такой порядок, чтобы не совсем уж было тяжело у человека, чтобы какое-то некое облегчение он получал путем таких стенаний. «Сердце мое сметись, остави мя силы мое, и свет очи мое, и тонись со мною». Десятый стих. «В буквальном смысле нужно понимать, конечно, так, что свет в очах моих уменьшился. То есть от слез, от перенесения страданий, я и вижу, уже неясно. Но по мысли Василия Великого, в духовном смысле, Давид светом своих душевных очей называет Святого Духа, который некогда был с ним, сообщал он пророческое достоинство, а теперь за грех удалился от него». «Это Василий Великий». «Это Василий Великого». «Вот и Кирилл Александрийский говорит вообще, что наш ум – это свет. И до той поры, пока мы находимся в состоянии хранения заповедей, пока ум наш не порабочен различным похотям, то, соответственно, он находится в мирном, тихом и, так сказать, светлом состоянии. В нем сияет свет трезвости. Но когда мы совершаем какой-либо грех, то как бы внезапно, как некая буря, как некая облачность покрывает такой духовной мысленной тьмой наш ум, и мы находимся уже в состоянии того, что не видим ничего, находимся как бы, ходим как ночью. Так Кирилл Александрийский говорит. «Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старшие, и ближние мое, далечие мне и старшие, и нужда в нуждах, ищущие душу мою, ищущие зла, и не глаголуха суетно, и льстивным весь день паучах все». Одиннадцатый-двенадцатый стих. Вот. Значит, ну, в буквальном смысле эти стихи очень ясны и понятны, знаем, что все, кто считались его друзьями и ближними, вот, в один момент стали, так сказать, отказались, убежали от него, а напротив те, кто искал погубление его души, те, напротив, стали его преследовать. Это буквально смысл этих двух стихов. Вот. Но Василий Великий говорит, что в духовном смысле самые ближайшие и, так сказать, ближние друзья, это, конечно, добрые ангелы. То есть до тех пор, пока Давид хранил заповеди, ангелы были с ним и хранили его. Вот. Как только он согрешил, они, как бы, стали, так сказать, далеко от него, глядя на него, так сказать, истинная о нем. Вот. А другие, то есть, некогда производившие во мне грех, то есть демоны, стали близ меня, говорит Давид. Делали мне насилие, ругались над моей душою. Аж же я, как глух не слышу, я, как нем не отверзаю уст своих. Любых я, как человек, не слышу, немы и уст их своих обличения. Я, как на тебя, Господи Павла, ты услышишь, и Господи Божий мой. Тринадцатый, пятнадцатый стихи. Значит, опять-таки, в буквальном историческом смысле этот отрывок относится к реальным событиям, которые были с царем Давидом. Значит, сейчас мы специально читать не будем, даю просто ссылку. Это вторая книга царств, шестнадцатая глава, с пятого по четырнадцатой стихи. Вот. В этом отрывке повествуется о том, как Давид, когда он бежал от Эвесоломы, там нашелся некий человек по имени Семей, который поносил и злословил его. Когда оруженосца, в частности, Овеса, оруженосец Давида, сказал, за что он так поносит царя, давай я пойду и сниму с него голову. Вот Давид сказал, нет, не делай этого, потому что Господь повелел ему злословить меня. То есть, для Давида это было вот такое обличение, как бы он считал вполне себя достойным это обличение. То есть, это показывало, как раз действительно, истинность его покаяния. Вот. И Давид сам объясняет, почему он молчал. В 15-м сихе он говорит, ибо на тебя, Господи, я уповаю, ты услышишь, Господи Боже мой. Вот. И там действительно он отвечал своим оруженосцам, что, может быть, за это злословие, которое я сейчас переношу, Господь простит мне мои грехи. Я крею, да никогда порадует несовразимый, и никогда подвижатеса ногами на меня вели речи, что я красно рано готов и болезнь моя преданная истину, и к беззаконимой озазвищу, и попекусь агрессия моим. 16-й и 18-й стихи. Значит, здесь, в этом отрывке, только одно небольшое отличие есть в славянском и русском тексте. Значит, в 18-м стихе, 17-й в японском, я близок к падению, и скорбь я предо мной. Значит, в русском, в славянском, я красно рано готов. То есть, готов встретить наказание, то есть, готов к исправлению. То есть, поскольку он полагает, что то, что я его постигла, это достойное наказание за его грехи, то он понимает, что, Господь послал ему это для исправления. Поэтому он готов принять это наказание. Такой смысл это выражение. Врази же мы живут, и укрепившись по очи мини, и умер уже с ненавидящими и без правды, воздающими зла, и возблагая благах ми, и за негонях благостыни. Не остави мне Господи Божьему, и не отступи от меня, вонми в помощь моей Господи и спасение моего. С 19-го до конца главы. Этот отрывок тоже понятен. Давид говорит, что враги его укрепились против него. Вот. Возрастает силами, а он ничего не может противопоставить, но противопоставляет им надежду на Господа. И просит Господа, чтобы Господь не оставил его до конца, а поспешил к нему на помощь. Ну, опять-таки, буквальный смысл здесь очевиден. Враги – это соратники Ависалома, его сына. Но в духовном смысле, как объясняет Ефимий Зигабин, конечно, этот псалом приличен всякому христианину, находящемуся в грехах. И, конечно, под друзьями нужно понимать добрых ангелов, которые от нас удаляются за наши грехи, под врагами демонов, которые всячески жаждают нашего погубления. И поэтому человек, который находится в таком греховном обстоянии, но, тем не менее, не оставляет надежды на Господа, не оставляет желание покаяться, конечно же, такому человеку этот псалом читать очень прилично. Именно по этой причине, поскольку все мы в той или иной степени грехами поражены, Святая Церковь этот псалом читает каждый день на утреннюю в числе шести избранных псалом. Следующий псалом имеет написание в конец и дифуму, песню Давида. По мнению большинства святых отцов, все-таки автором этого псалома является сам пророк Давид, но он этот псалом написал и передал священному певцу и дифуму, как пишет Филинс Габин, для изучения, ну и, соответственно, для церковного употребления. Ну и в славянском к этому написанию опять-таки есть приписочка в конец. Почему в конец? значит, давайте прочитаем японский четвертый стих в русской пятой. Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих. То есть здесь Давид размышляет о конце жизни. Вот, поэтому в конец здесь имеется смысл тот, что, как бы, окончание жизни, последние дни нашей жизни. Об этом здесь много говорится. Рех, сохраню пути мои, ажи не согрешайте мне языка моим. Положи хусто моим хранил, аж никогда восстать и грешному предо мною. Первый стих. Значит, этот стих имеет, как бы, мы уже об этом говорили при чтении предыдущего псалма. Молчание Давида как раз было связано с тем, что он положил все терпеливо и молча переносить, как неспосланный от Господа для его исправления. В частности, вот эта история с Семеем, вот она и здесь имеет, так сказать, и здесь она упоминается. Вот, и по поводу этого стиха есть очень интересная история в одном древнем Патерике, где рассказывается о египетском подвижнике преподобном Памве. Значит, этот Памва, он был по происхождению египтянин, не умел читать, в греческой грамоте был, так сказать, не научен, но очень хотел изучать псалтии. И вот он пришел к одному из своих, значит, собратьев, монахов, которые, так сказать, были осведомлены искусственных чтений и просил ему объяснить псалтирь. И вот когда дело дошло до этого стиха, первого стиха вот этого 38-го, соответственно, 39-го в Японской Библии псалма, то, значит, внезапно Памва перестал ходить на уроки. Вот, и не появлялся шесть месяцев. Очень много Патерик, это... Ну, история, история, сказания о святых отцах, там краткие выдержки. То есть, как бы, краткие такие, по-гречески, апофтегмата, то есть, краткие высказки, даже не рассказывая, такие маленькие-маленькие, вот, такие афористические, как бы, высказывания, или, там, краткие повествования. Один отец был с ним такой-то, и там, буквально, в пять строк, значит, рассказывается вот эта история. История, да. Вот, и когда, значит, его наставник спросил, встретил, спросил, почему ты не ходишь на уроки, вот, он сказал, что то, что я прочитал, вот, что ты мне объяснил в этом первом стихе, та заповедь, которая здесь указана, вот, я ее до сих пор не научился исполнять. Вот, и я считаю, что если я выучу этот стих, научусь этому стиху на деле, то есть, хранить пути мои, не согрешать языком моим, то мне этого достаточно для спасения. Вот, и после этого разговора прошло много лет, и, как бы, вот, вспомнили эту историю, вот, с учением Памвы, и его один из братьев спросил, ну, что, старец, ты наконец-то выучил этот стих? Вот, он отвечал, да, но, однако, едва-едва через 49 лет, вот, и то с большим усилием я смог исполнить эти слова на деле. Вот, но действительно, я смог это делать, и с тех пор, чтобы я не говорил ни в чем из того, что я говорил, не раскаивался. То есть, я действительно не согрешал языком моим. Но на это мне потребовалось 49 лет. Это конец истории. Да, это конец истории. Вот, ну, для нас это хороший пример, не в том смысле, что надо перестать ходить на ДНГК, значит, и изучать вот таким образом псалтирь, но, тем не менее, вот это усердие Памвы, конечно, это для всех пример очень показательное, что это не просто слова для, так сказать, нашего ментального упражнения, вот, но что реально, надо все это исполнить на деле, конечно. Три минуты перерыва.